Время учебы в Лавачевском я посмотрел рекламу ЛАД Академии, стажировка в ЛАД. И сначала я подумал, что давай попробуем. А вот в итоге я подал заявку, решил тестовое задание. Через неделю пришли ответы, что мы не приняли на стажировку. Подключился к команде. Занимался в UX-UI. Главная задача у меня была, я должен делать главную страницу, лендинг. Потом после лендинга мы разберемся, распределяем между собой. В итоге как раз дизайнеры ушли. Я остался в проекте. И вот так получился результат сейчас в РУТС. У нас какое-то время как раз я занимался с UX-UI. Там у нас дизайнер, разработчик именно ушел из команды. И у нас получился какой-то кредит. В итоге я думаю, что я работаю как раз фронтом. То есть я решил, что давай я тоже пойду делать ребятам, помочь. И в итоге я еще раз сдавал САБЕС. Как раз, да, Никита, и еще там была Юлия, я к ним сдавал САБЕС. Как раз Никита мне сказал, что ты пойдешь, ты, если вот не сложно, как бы, ну, типа, ты сам поймешь. Если не сдашь САБЕС, то мы тебе не важнем, да. Я сдавал, но, ну, думаю, я решил, наверное, ТЗ какой-то маленький. В итоге они меня взяли командой РУС как фронт. И потом, после этого еще, они еще куча ребят взяли из фронта. В итоге я думаю, что там я не нужен. Ну, до этого я сделал одну страницу, но Уверская, которую я сам это дизайнил. Это самый, как бы, опыт такой. Пока не знаю. Потому что проект еще не закончил. Еще много доработки надо делать. Я бы хотел еще улучшить, улучшить, как бы, проект, если получаться. Как разработчик, я вот как раз понимаю, но я работаю разработчиком, мне, как бы, скучно, что стало. Я, не знаю, я столько, и до этого я занимался 1С. Это, как бы, было сложно, как бы, заниматься с этим. Потом, как бы, тоже работаю, как раз фронт. Мне, как-то, хочется сейчас быть дизайнером. То есть, как бы, по плану, ну, корт, там, все вот это, внедрение, атмосфера, ну, корт. Мне это нравится. Наверное, я всякие разберусь с этим дизайнером профессиям. Стажировка помогла найти себя, как дизайнер.